Здравствуйте! В информационной студии Татьяна Ковалевская и коротко о событиях города и края. Еженедельное совещание по тепловодоснабжению состоялось в администрации округа в четверг 13 февраля. Какие вопросы обсудили в ходе заседания, расскажем в первом материале. По информации Примтеплоэнерго, в течение недели серьезных происшествий не было. Напрямую от населения жалоб не поступало. По заявлениям от управляющих компаний, сотрудники выходят на замеры температуры. В большинстве случаев ненадлежащее качество услуги не подтверждается. Исключение – дома, не выбравшие форму управления. У нас стоит вопрос по сержантовой. С холодной водой. Уже неделя. Один и два давления больше не поднимается. Только ночью. Заявление было? А? Заявление было? Мы ходили к главе администрации, вот началось. То, что к вам ходили бесполезные, сколько раз, бьющие бесполезные. Нам нас заставили увеличить розыгрыш, увеличили результат один и тот же. Ну это вы вместе с Сергеем Владимировичем, да? Да, я разговаривал, он ходил, тварь у нас, пускай состоит. Мнометр один-два. Вот ночью они бежать, поднимаются сейчас. Я позвольте на поверхность насоса, говорю. Они ссывают, что мало слажней воды. Льется на ручей излив, я говорю, что такое лишнее, не понял. А что такое? Одним насосом качаем. А почему? Это люди работают. Я не скажу, кто, конечно, я знаю, но кто же он говорит, мне сразу уволит. Ну извините, на контроле вопрос. Потому что на прошлом ТВС этот вопрос был возвышен. Вот я сейчас принесла, на 5-го этажа. И вот они что сказали? Нет воды. Воды нет людей, надо этот вопрос совместно решать. Ну так надо выходить, значит, на директоры. Совместно решать. Так выходили, я так понимаю, что писали, да? Сразу нет воды, на езде придется. Откуда она берется? Лишь нет. Но заявление было. Я лично принесла заявление. Катрию Владимировичу он точно не поступал. Сто процентов. Может быть, это... Ну, веземные страхи люди ходят. Вы сюда не сходите, потому что бесполезно. А, ну, вот получается. Стоять не надо. Может, за ним сезал где-то на суда. Заявление нет, как можно решить. Ну, на утро опять. А, написано в виде нас? Ну, конечно. Как сообщил руководитель обслуживающего учреждения, проблем с тепловодостабжением в бюджетных организациях нет. Жалоб не поступает. Я хотел бы обратиться к коллегам, пока мы здесь собрались, да, по поводу состояния тех мест сбора мусора, которые в некоторых введениях есть, да. Дело в том, что наш отдел благоустройства, который мы создали, да, работаем, как бы сейчас, работа его напоминает, борьбу с ветряными мельницами. Дело в том, что состояние пункта сбора, ну, сейчас они находятся в очень плачевном состоянии. Баки разрушены, ограждения сняты в некоторых местах. Поэтому бродячие животные, ветер, вороны разносят это. И наши женщины там, которые проходят буквально через час, через два, приходится опять возвращаться к этой же самой работе. Поэтому, коллеги, у кого есть пункты сбора, давайте приведем их в соответствии с требованиями. Светлана Торощина резонно возразила насчет того, что управляющие компании должны заниматься ремонтом и ограждением контейнерных площадок. Напомним, с января 2020 года вывозом отходов занимается региональный оператор. Контейнер ВОЗ снес стол посвящения и ограждение. Соответственно, естественно, мы за деньги собственников не будем восстанавливать и проводить эти работы. То есть мусором возразящая компания, наверное, за свой счет должна это сделать. И вот так по многим контейнерным площадкам. То есть наши дворники тоже убирают эти территории и прилегающие к ним. И точно так же мучаются. Но тут, наверное, вопрос больше не к нам. Мы каждый год эту площадку ремонтируем, красим, белим, восстанавливаем, подсыпаем. Состояние контейнеров, контейнера по договорам у нас обеспечивает региональную операцию. Все. Ну, то есть тут не добавить ничего. Компания «Классик» и «Классик-сервис» по всем домам работают в штатном режиме. Дом по проспекту 11, где у собственника был перекрыт вентиль на стояке, со 2 января уже открыт. Так, составлен, замер температуры произведен, температура соответствует 22 градуса в квартирах. Собственник просто взял, перекрыл, увидев объявление по телевидению, пришел, открыл. Акции оставили с собственниками. Стояк исправный, работники их не производили. По «Пионерской 5», по квартире 105, где была жалоба собственника, который проживает где-то там в Москве, тут в квартире то ли они сдают, потому что соседи говорят, что сдают, а собственник говорил, что там никто не живет. Значит, заявок в управляющую компанию не поступало, но при поступлении этой заявки мы вышли на место, посмотрели, заменили участок стояка, на сегодняшний день температура на пятом этаже 20 градусов, ниже по этажам 4, 3, 23. 23-22 тоже, ну, разная температура. До сегодняшнего дня у нас проблемы с 8 марта 1, после устранения аварии и замены участка водовода, вот до вода в дом, очень много грязи, мы очень много камней меняем, два стояка уже поменяли, у многих собственников позабивали фильтра и на кранах, и смесители, и на счетчиках фильтра, чистим, все меняем уже неделю, так как дом сложный, проблемный, там половина собственников не проживает, некоторые только через 3-4 дня выяснили, что у них там все позабито, поэтому работаем и проводим до сих пор. Муниципальный жилищный инспектор отметила, что поступала жалоба от жителей молодежной 3 на несвоевременное устранение ночной аварии. Светлана Торощина отметила, что и граждане, и диспетчеры администрации путают номера телефонов. Ночью следует звонить в аварийную службу. Дополнительно отметила, что ночью авария только устраняется, а все работы проводит смена утром. Отправляющая компания МООС-сервис на сегодняшний день в работном штатном режиме, водяная служба работает круглосуточно, так как выезжаем оперативно, если где-то что-то случается, устраняем. Производим замену стоек по центральному отоплению, по квартирам с первых пятых этажей. Также восстанавливаем подъездное отопление, на сегодняшний день восстановили Пахашово-9, первый подъезд, надбережная 14, третий-четвертый подъезд, восстанавливаем отопление. Хотелось бы обратить внимание по ресурсопожечной компании и по канализации на колодце. Это Приморская 28 и Приморская 30. Между ними находятся колодцы. И в вечернее время поступают звонки от жителей, что канализация фекалии, то есть поступают в квартиры. Звонишь диспетчеру города, ну не диспетчеру города, а диспетчеру горботоканала, как люди поймают, он в свою очередь говорит, что работников нету и выход никто не может. До утра люди тоже терпеть это, ну сами понимаете, когда квартиру поступают и калий, ну не очень хорошо. Хотелось бы, чтобы обращаемое внимание делали эти работы оперативно. Роман Артюхов отметил, что они не могут прочищать колодцы, потому что техника у Примтеплоэнерго. Представитель ресурсников в свою очередь отметила, что эта техника не работает в ночное время. Кто должен осматривать колодцы и как быстро остановить выход канализационных вод в квартирах, так и не договорились. Водопрососедство, работа в штатном режиме, за неделю аварийной ситуации не было, вчера случилась авария на центральном отоплении Первомайской, 12, квартира 51. Эта часть дома находится без подвала, трубы проходят под полом, вчера все подготовили, вскрыли, сегодня с утра уже приступили к работным работам. Так все по плану, заявки жителей выполняются, дворники, мусорные контейнеры очищают, мусорные площадки ежедневно и несколько раз в день собирают тоже мусор там. Больше никаких таких не было пришествий. Могу приоритетов, авторитетов. Авторитетов вчера была авария на котельной и на теплотрассах, в принципе, наверное, в вечернее время сообщили о том, что работы были произведены, сотрудники выходили на адреса, которые люди жаловали, что за воздушными эта система, все перезапустились, вчера до позднего вечера работали, на сегодняшний день на утром не поступает заявок о том, что услуги кто-то не получает. Продолжаем на рудной пристани восстанавливать подъездное отопление, формируем графики на ремонтные работы подъездов, то есть на данный текущий момент. Есть люди обращаются, то есть те дома, где двухэтажные порубные пристани, где, как вы сейчас говорите, что в подъездах деревянные лестницы, деревянные перекрытия, все остальное. В сегодняшний день управляющий компания не в силах восстанавливать данные на лестнице и полы. По приоритету была аварийная заявка у нас и ситуация в пятницу прошлой неделе. По Пионерской 68 собственник не давал доступ в квартиру в связи с тем, что у него натяжные потолки и необходимо было демонтаж потолков. Дозвонились до вашей службы и в крае, я так понимаю, приемного губернатора звонили данную ситуацию, то есть донесли, что насколько на сегодняшний день ситуация складывалась, то есть тот собственник, который жаловался, он, в принципе, не давал доступ. В понедельник он доступ предоставил, в понедельник работы произвели, заменили с четвертого к пятый этаж, чтобы проводить, и сейчас надлежащим образом получают услугу. По Пионерской 3 были завершены ремонтные работы по подъезду, сейчас перешли на ремонт подъезда по космонавтову. Так работаем в штатном режиме, также была у нас аварийная ситуация, что подъезды в радио разорвало, будет заменен на этой неделе, крайне начало следующей недели. Большие неприятности происходят с домом по Осипенко 38. Относительно новые полипропиленовые трубы рвутся сплошь. Хотя только в 2012 году там был сделан капитальный ремонт, прочности материалов хватило только на гарантийный срок. Осипенко 38 у нас за последние 10 дней 8 порывов замененных вот этих стояков полипропиленов. Когда делали капремонт, вот эти стояки все рвутся. Это вообще что-то ужасное. Не успеваем просто все это менять. Но как бы стараемся. Вот это меняете там, что вместо армированной трубы пространство? Это делал капремонт в 2012 году. Это представитель нашей Данегорска. Вот они униципально там это что-то было. Луцук. То есть некачественно. Да, некачественно поставлены вот эти все стояки и трубы. Все это где-то идет. И вот сейчас вот эти, особенно в последнее время, дали повышую температуру. И все у нас полетело. Вот это, ну как бы справились, сделали. А в каком году у вас? В 2012 году. То есть уже гарантийный срок? Да, всех работ гарантийный срок. В основном все идет по плану. Аварийная служба работает. Все это выполняется. Все заявки абсолютно выполняются. Компании ДКО и Комфорт работают без происшествий. Управляющая компания Старт на неделе занималась заменой стояков центрального отопления на Осипенко-9, набережной-30. Прочищали канализацию. Жители продолжают закрывать запорную арматуру на перемычках. Радиаторы не промыты. Ухудшается циркуляция воды по стояку. Эта проблема возникла на набережной-30. На сегодняшний день по этому установку приглашен инспектор «Премтеплоэнерго». Совместно будем умирать температуру, будем составлять акты. Предложили собственникам некоторых квартир произвести демонтаж этих запорной арматуры на стояках, на перемычках. Собственники отказываются предоставляют доступ. В связи с этим тоже можно составлять акты, поскольку по-другому выяснить, находится ли стояк в рабочем состоянии или нет, другой возможности нет. Пассажир по часу работали бы в штатном режиме, если бы не вчерашняя какая-то опять нештатная ситуация в «Премтеплоэнерго». О, 8 утра. На домах, я так думаю, подтвердят. Пассажир на рынке его встал, резко прекратилось подачивать отопление и горячий водой. В течение часа услуги не предоставлялись. Как только подали отопление, естественно, это опять выход слесаря, опять перезапуск и так далее. То есть, опять же говорю, что опять диспетчер не в курсе, что происходит. Там диспетчер был вообще, ну и хотелось бы от ситуации, потому что ситуация повторяется уже не отоплаживая. Представитель «Премтеплоэнерго» пояснила, что ночью была остановка насосов на котельной, поэтому в дома прекращалась подача тепла. Устранили быстро. Управляющие компании, в чьих домах был перебой с теплоснабжением, добавили, что информацией об аварии владел только диспетчер города, очевидно, связавшись напрямую с котельной. Просто хотелось бы знать, ну, во-первых, ситуацию диспетчера, именно «Премтеплоэнерго», что происходит, это второе, хотелось бы, чтобы оповещать. Потому что, еще раз говорю, если мы не жители, которые поднимают этот вопрос, приступать к работам, же надо своевременно, правильно? А мы опять, пока жители нас не начинают в этой ситуации оповещать. Вы поймите, как мы можем аварийно предупредить? Нет, не надо предупредить. У вас случилась авария. Вы звоните своему диспетчеру, и говорит, такая-то авария, и он звонит в те управляющие компании и говорит, например, у нас случилась на котельной, на насосной авария. Как только мы подключим, не забудьте своевременно людям предоставить вовремя услугу. Все. Больше ничего не надо. Просто оповестить те управляющие компании или ТСЖ. Больше мы ничего не просим. Мнения снова разделились. Исполнители коммунальных услуг настаивали на том, что ресурсоснабжающая организация по закону обязана сообщать об аварии. «Премтеплоэнерго», в свою очередь, заявила, что это невозможно. Бурную полемику завершил Сергей Шпенев. Чтобы диспетчерская служба «Премтеплоэнерго» Дальнегорского филиала была в курсе в тех ситуациях, которые происходят у них на сетях и котельных. Уважаемые коллеги, хочется побудрить вас за то, что у нас прошедшая неделя прошла без серьезных аварий. Вот. Ваша работа должна быть направлена в первую очередь на удовлетворение всех нужд и чаянных граждан в плане того, чтобы они получали необходимую услугу в плане тепла и водоснабжения. И хочу также обратить внимание на то, что сейчас данный период погоды, то есть, когда температура днем у нас плюсовая, где-то лед тает, те дорожки, которые вы когда-то посыпали, соответственно, все это превращается в лужи. А утром, когда все опять во льду, люди идут по очень скользкому льду. Пожалуйста, дворников своих сориентируйте, чтобы рано-рано утром, до того, как у нас граждане выходят из подъездов, чтобы дорожки были более-менее посыпаны, потому что очень скользко, много жалоб. Трогательная забота администрации о жителях округа. Если бы еще и муниципальные дороги и тротуары не были такими скользкими, можно было бы принять ее за искреннюю. Изменен порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Теперь льготами на оплату проезда смогут воспользоваться дети войны и ветераны труда. Этим категориям граждан с 1 января также положена компенсация в размере 50% от стоимости проезда в автомобильном транспорте общего пользования в международном сообщении, на железнодорожном транспорте и на воздушном транспорте. Об этих компенсациях мы уже рассказывали, но были немножко другие категории. Вот добавлены с 1 января. Процедура такая. Человек, покупая билет в кассе, должен предъявить свое льготное удостоверение. Оно вносится на билет и потом по приезду сдаем билеты в МФЦ и получаем возмещение или на сберкнижку, или на почту, как человек заявит. Потом уже по заявочке о выплате получаем денежки на счет или на почту. То есть идет компенсация возмещения этих расходов. При покупке билетов необходимо предоставить удостоверение, подтверждающее статус льготника. Если же гражданин такого не имеет, его необходимо получить в МФЦ мои документы. Удостоверения у детей и войны получено не так много. В основном у этой категории есть удостоверение, которое выдавалось партией коммунистической, по-моему. Это удостоверение не считается льготным. Удостоверение должно быть выдано получается департаментом труда и социального развития. Или на сегодняшний момент это министерство социальной политики. Если у кого-то нет этого удостоверения, необходимо обратиться также в МФЦ с фотографией, паспорт и фотография. Все. Заказываем удостоверение и получаем. Если на сегодняшний момент нет удостоверения, оно будет только в будущем, но человеку нужно проехать. И он попадает именно вот под эту категорию, он может предъявить свой паспорт, чтобы данные внесли, что это действительно купил тот человек, вносится фамилия, имя, отчество полностью и все паспортные данные указываются на этом билете. Половина затрат также будет возмещена, если гражданин приобретает месячный абонемент проездной у транспортной компании для передвижения на городских и пригородных маршрутах. Во вторник 11 февраля состоялось заседание профильного комитета по городскому хозяйству. Какие вопросы обсудили народные избранники, расскажем далее. Третий бунт повестки касался реализации в 2019 году муниципальной программы развития землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского округа на 2015-2020 годы. В ее рамках предусмотрено формирование земельных участков с постановкой их на кадастровый учет. На эти цели в прошлом году было запланировано 3 миллиона рублей. Из-за кадровых перестановок управления муниципального имущества к выполнению программы приступили только в третьем квартале. То есть в третьем квартале мы начали заключать контракты на выполнение межевых работ и в результате заключенных контрактов финансирование было снято у нас. То есть пересмотрели. По запросам котировок запланированы контракты на миллион 65 и второй контракт был на 950 тысяч. То есть по результатам аукционов произошла большая экономия. То есть один контракт у нас был на 630 тысяч и второй на 341 тысяч. Это у нас были проведения выполнения проекта межевания земель-сельхозназначения площадью 2809,6 га. То есть это большой объем работ и 340 тысяч это смешная цена. То есть в итоге у нас экономия был миллион. То есть запланировано было на 2 миллиона работы. И в конце значит у нас по программе внесли изменения значит у нас осталось финансирование миллион 72 рубля всего. То есть показатели наши не изменились потому что в рамках контрактов этих в рамках торгов то есть все осталось объемы работы остались те же единственное что уменьшились суммы. я думаю что по всем индикаторам показателям у нас выполнено на 100% то есть везде индикатор единицы кроме одного это межевание домов под многоквартирными домами потому как это носит заявительный характер у нас там не было заявок мы всего размежевали два дома в основном все показатели у нас выполнены. контрольно-счетная палата провела экспертизу в исполнении муниципальной программы было установлено что есть нарушения в структуре программы не соответствует требованиям порядка формирования то есть в данной программе отсутствует подпрограммы то что реализация программы она проходила на территории Дальнегорска и какие показатели именно финансово-экономическом разрезе мы можем пояснить то есть у нас допустим проходили такие показатели как изменение площади земельных участков фактически у нас земельный участок в общей площади изменился на 2234,88 гектара планировалось на 2202,45 соответственно показатель несколько перевыполнен но хочу обратить внимание что денежных средств бюджета на эти цели у нас не расходуется следующий показатель это увеличение количества земельных участков по отношению которых осуществлен государственный кадастровый учет предназначенный для предоставления целями связанными со строительством при плановом значении 246 единиц фактически у нас 260 единиц то есть показатель тоже у нас несколько перевыполнен в том числе для индивидуального жилищного строительства у нас было запланировано 189 участков выполнено 196 участков на эти цели у нас израсходовано 475 и 8 десятых тысяч рублей то есть средняя стоимость постановки земельного участка составила 1830 рублей следующий показатель такой как увеличение количества земельных участков расположенных под многоквартирными домами в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет то есть проведены кадастровые работы плановое значение было 415 фактически 374 единицы то есть данный показатель у нас не достигнут ответственный исполнитель пояснил что достижение данного показателя возможно только при заявительном характере то есть показатель был установлен в большем объеме чем имелось заявление от жителей по словам Галины Чабановой программа действует до 2020 года поэтому еще есть время для полной реализации следующий показатель это увеличение количества земельных участков в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности фактически было запланировано 900 единиц индикатор составил 917 исполнения то есть тоже у нас идет перевыполнение для достижения данного индикатора израсходов 341 тысяча рублей следующий показатель как рациональное использование земельных участков путем увеличения количества земельных участков предоставленных с торгов для целей не связанных со строительством планировалось 110 единиц фактически 110 единиц средства были потрачены в объеме 220 тысяч рублей это то что касаемо экономических показателей здесь мы рекомендуем ответственному исполнителю привести в соответствие саму программу то есть изменить ее структуру и рассмотреть непосредственно на заседание комитета и дума депутаты рекомендовали заслушать отчет на думе и принять его к сведению а также признать деятельность администрации удовлетворительной далее народные избранники заслушали заключение КСП по мониторингу устранения недостатков и нарушений отделом архитектуры и строительства выявленных по результатам проверок контрольно-счетной палаты в данном заключении мы отразили что в 2019 году контрольно-счетная палата в отношении объекта контроля было проведено два мероприятия внешнего муниципального финансового контроля а именно экспертно-аналитическое мероприятие по проверке годового отчета о ходе реализации оценки эффективности реализации муниципальной программы ремонта автомобильных дорог инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа за 2018 год и экспертно-аналитическое мероприятие по проверке исполнения муниципальной программы развития градостроительной архитектурной деятельности на территории Дальнегорского городского округа за 9 месяцев 2019 года. Данные проверки были оформлены в заключениях 16 и 47 соответственно. В данных заключениях были установлены определенные нарушения, это в заключении 16, 6 нарушений недостатков, вынесено 3 предложения. В заключении 47 один недостаток и 3 предложения вынесено. В 2019 году объектом контроля было устранено по 16 заключению 0 недостатков, по 47 тоже 0 недостатков и по 16 заключению принято одно предложение. По годовому отчету за 18 год отдел архитектуры не предоставил пояснений об отклонении индикаторов, не внес изменения в паспорт программы, не подтвердил необходимость финансирования тихучих расходов на реализацию индикаторов достижения показателей. В 47 заключении в форме 12 оценка расходов на реализацию программы составила больше почти на миллион, чем предусмотрено в бюджетах. Ассигнования на реализацию программы предусмотрены только из средств бюджета. Оценка расходов на реализацию программы ответственным исполнителям запланирована была 2 миллиона 400, в бюджете на реализацию предусмотрен 1 миллион 450. В данном случае мы говорим о том, что у нас объект контроля не устранил нарушения за 18 год, не привел в соответствие отчет об исполнении муниципальной программы, информация с некорректными сведениями уже как следствие поступила в отчет, сводный отчет об исполнении муниципальных программ за 18 год легла в основу отчета главы и так далее, то есть повлияло на последующие отчетные показатели. Нарушения были, но на сегодняшний день внесены изменения в муниципальные программы ремонта автомобильных дорог и муниципальные программы градостроительной деятельности. Они утверждены, внесены изменения в паспорт, их приложения муниципальных программ, приведены в соответствии с бюджетом, я надеюсь, что... Это уже за 19 год? Да, за 19 год, но с учетом вынесенных ранее заключений контрольной отчетной палаты. Комитет рекомендовал заслушать отчет КСП на Думе и ответственному исполнителю исправить недочеты. Также народные избранники решили отклонить обращение коллег из Лазовского района к губернатору. В Центральной городской библиотеке открылась новая выставка книг Федора Абрамова «Хранить вечно», посвященная столетию писателя. О самых ярких произведениях автора рассказала Галина Рябова. Федор Абрамов – советский писатель, один из наиболее ярких представителей деревенской прозы, популярного направления советской литературы 60-80-х годов XX века. Федор Александрович родился в крестьянской семье в селе Верколо Архангельской области, поэтому и тема деревни была ему особенно близка. После окончания школы поступил на филологический факультет Ленинградского университета, но не окончил его, вступив в ряды Красной армии в 1942 году. Учился в Ленинградском университете на филфаке, а здесь война. Он сразу же записался в народное ополчение, Ленинград защищал, был ранен, у него были прострелены ноги, а затем блокада. Как он сам пишет, что выжил он только чудом. После войны он заканчивает Ленинградский университет, здесь же он и становится преподавателем кафедры филфак. Писать начал он в 50-е годы. Главный труд жизни Федора Абрамова – роман «Братья и сестры». Он писал его 6 лет, и главная мысль произведения – единение народа перед общей бедой, о его способности к взаимопомощи, самоотречению и самопожертвованию. Действие романа происходит весной-осенью 1942 года, когда в результате тяжелых поражений Красная армия продолжала отступать, оставляя хлебородные районы страны. Тяжкий труд по снабжению армии и тыла хлебом ложится на плечи женщин, стариков и подростков в селах, отдаленных от фронта районов. В 1942 году приезжает в колхоз «Новый путь» в деревеньку Пикашина, новый уполномоченный Иван Лукашин. И вот он старается поднять этот колхоз, новый путь, в котором все разорено. Основные герои его романа «Братья и сестры» – это семья Бряслиных. Вот эти пряслины, братья и сестры, их жизнь, их судьбы как раз и показывает нам Фёдор Абрамов. Такая вот сага о деревенской жизни. Написано очень интересно, очень у него лёгкий литературный язык. И судьбы героев этого романа трогают. Когда читаешь роман, они становятся нам близки, эти люди, герои его романа «Братья и сестры». В 2014 году по роману «Братья и сестры» режиссёром Теймуразом Эсадзе был снят сериал «Две зимы и три лета». По нашей деревне на войну десятков шесть взято. А кто остался-то? Старый да малый, да баба. А площадя как были, неподъёмные. В сложные времена Мужики там наши крови обливаются, а мы идут. Требуют отчаянных действий. Фронт сейчас, товарищи, на каждом колхозном поле. А как же иначе? Предлагаю. С сегодняшнего дня установить твёрдое задание каждому. Чтобы с поля не уходить, пока задание не выполнено. И чтобы фашистские гады знали, что такое русский народ. Представлена на выставке «Дилогия, Пелагея и Алька», написанная в 1967 году. В произведении описывается непростая судьба простой русской женщины, неутомимой труженицы, которая на склоне лет осталась в полном одиночестве. Пелагея – это пекарь, которая всю жизнь пекёт хлеб для своих односельчан. А Алька – это её дочка, которая поехала за лёгкой жизнью в город. Достаточно банальная ситуация для того времени, так как в деревне было жить достаточно тяжело. И вот мать умирает, и Алька приезжает в деревню. И вспоминая свою жизнь, и матери. Что же мать видела-то? Тяжёлая работа, тяжёлая жизнь. Но у матери, как говорит Алька, одно было важное дело – печь хлеб людям. Вот это противопоставление лёгкой жизни или жизнь, жизнь, наполненная смыслом каким-то. Для каждого он смысл свой, как говорит писатель. Вот как раз и показывает нам Абрамов в своей идеологии Пелагея и Алька. Произведения Фёдора Абрамова не раз становились основой сценариев для театральных постановок и экранизаций. Каждый читатель найдёт в библиографии автора книгу по душе. В Приморье стартовал приём заявок на пятую юбилейную общественную премию «Неравнодушный гражданин». В конкурсе приглашают принять участие всех жителей края старше 14 лет, которые реализуют общественно значимые программы и проекты, к примеру, оказывают помощь нуждающимся, защищают природу, приводят в порядок общественные места, занимаются волонтёрской, просветительской и культурной деятельностью. Премия «Неравнодушный гражданин» создана для объединения и поощрения различных гражданских инициатив и является своеобразной коммуникационной площадкой, где активисты презентуют социальные проекты, общаются с единомышленниками, получают признание и поддержку. К юбилейному неравнодушному гражданину мы подготовили несколько нововведений. В частности, теперь каждый участник пройдёт обязательный муниципальный этап. Это сделано для того, чтобы поддержать как можно больше активистов, дать им возможность рассказать о своей социально значимой работе и, конечно, вручить награду. Победители муниципального этапа станут финалистами неравнодушного гражданина 2020, отметила председатель Организационного комитета премии Валерия Костина. Как уточнили в Департаменте внутренней политики Приморья, финалы муниципальных премий в этом году состоятся на семи территориях – во Владивостоке, Уссурийске, Лучегорске, Дальнегорске, Партизанские, Находке, а также в посёлке Славянка. Муниципальный этап в Дальнегорске состоится 21 марта во Дворце культуры химиков. Ознакомиться с положением и подать заявку для участия в конкурсе можно на сайте неравнодушныйгражданин.рф до 29 февраля. Перед судом предстанет житель Приморья, обвиняемый в наркопреступлениях. За пособничество в незаконном приобретении наркотических средств и незаконном культивировании наркосодержащих растений гражданину могут назначить до трёх лет лишения свободы. Подробности в материале пресс-службы ОМВД России по городу Уссурийску. Следователями отдела МВД России по городу Уссурийску окончено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в пособничестве в незаконном приобретении наркотических средств в значительном размере и культивировании растений, содержащих наркотические средства в крупном размере. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков произвели контрольную закупку наркотических средств у 48-летнего, ранее судимого жителя Уссурийска. Фигурант уголовного дела помог приобрести масло каннабиса, купив его у третьего лица и передал покупателю. Согласно экспертно-криминалистическому заключению, вещество является маслом каннабиса, гашишным маслом. При проведении обыска на территории частного домовладения, обвиняемого по улице Шоссейной, полицейские обнаружили и изъяли 33 куста наркосодержащих растений маньчжурской конопли, культивирование которых запрещено российским законодательством. Следователем отдела полиции в отношении гражданина возбуждены два уголовных дела – о пособничестве в незаконном приобретении наркотических средств в значительном размере и о незаконном культивировании наркосодержащих растений. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину. В настоящее время по уголовному делу выполнены все необходимые следственные процессуальные действия. Причастность фигуранта к совершению преступлений против общественной нравственности и здоровья населения полностью доказана материалами уголовного дела. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Уссурийский районный суд. Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами.